Торты, чизкейк, тирамису и еще с десяток оригинальных лакомств. Все десерты должны быть неповторимы. Главный принцип Алины Воробьевой. Кулинар готовит фирменное блюдо – шоколадные маффины. Есть полезные свойства, да. Можно диетические маффины приготовить, добавить, например, в другую муку. Заменитель сахара и маффины уже диетические, хорошо для фигуры. Разбиваем и взбалтываем яйца. Насыпаем муку, размешиваем до однородной консистенции. Заливаем готовую смесь в форму и отправляем в духовку. За 15 минут лакомство испеклось и покрылось румяной корочкой. Остается лишь один мастерский штрих. После того, как мы достали их с духовки, мы их охлаждаем, затем поливаем горячим шоколадом и посыпаем шоколадной каплей. Вот, все, мои фирменные маффины готовы. Алина снимает колпаки, рассказывает, всегда мечтала стать кондитером. Мама и бабушка тоже всю жизнь работают поварами. Скоро девушка закончит торговый колледж. Впереди выпускные экзамены. Кондитера я брала, потому что я очень люблю сладкое. Я люблю процесс украшения тортов. Ну, мне доставляет это огромное удовольствие. Как и у всех, есть мечта открыть свое заведение, где будут фирменные десерты, фирменное все. И радовать людей тем, что я умею. Бобруйск – столица белорусских лакомств. Конфеты, мармелад и зефир от красного пищевика украшают прилавки магазинов по всему миру. Больше 250 наименований продукции. С дубу и торты выпускает домочай. Вдоль главных городских магистралей работают уютные булочные и кондитерские. Медики не советуют увлекаться сладостями, но в меру можно. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.